на запись чтобы не забыть итак гитарная история есть такой в общем-то youtube канал этот человек автор канала он я так понял из украины по моему из восточной при этом он живет в сша он солдат нато и он увлекается собственно гитарами и он именно не не столько исполните он коллекционер гитар то есть он живет в таком огромном типа как вот но там видно на стримах на вырезках как в сарае в таком не знаю в ангаре здорово и него прям куча гитар ну так не она здоровая ну может да да ну не стоит ну типа да допустим да ну не знает вред и квартиру не именно как в комнатах комнату в которой он все снимает которая набитает не вебически огромная такая да и там у него вон типа где там на новых видосах видно у него дохуя гитару постоянно что-то покупает делает обзор и распаковывает что-то как то вот так вот мутит да вон там и плюс он вот видишь там видно сзади у него здорово это не хромакея это реально куча гитар то есть такой как бы достаточно ну вот такой интересный персонаж он при этом в последнее время почему-то люто начал сгорать фред гитариста хрен знает почему типа говорит что вот там фред это значит все там он там типа на ветеранов гитарного youtube на гитаристов ветеранов наехал да там вообще просто жучара и так далее и он по а вот значит у фред гитариста такое как бы понятие насчет умеет или не умеет играть то есть у него четко понятно вот что короче можно считать что умеет играть на гитаре это один аккорд сыграл там да или типа того но по фреду типа уметь играть это значит ну хорошо ну да как как качественно именно как-то что-то сыграть и вот смотри ну не знаю ты знаешь или нет есть группа металлика и у них есть песня мастеров вот и ну давай спасибо так вот ну давай какой нибудь это супер-классический 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 металлический такой риф довольно может даже тупой но как бы вот ну сарай я рофлю она выглядит как сарай конечно понятно что это дом там нет так вот и конечно ну то есть вот фред как раз там разбирал по моему когда у хэммета что сам сам гитарист гитарист металлики именно вот но второе это кирк хэммета он и сам не может его нормально сыграть но в том плане что как бы ноты он типа изображает но при этом у него она типа как-то вас супер хуёво да то есть если даже посмотреть допустим мастер of puppets просто так бить допустим там кавер да и врубить рандомного какого-нибудь гитариста ну даже первого попавшегося если она будет терпима еще что не то играть и мать и похуй знаю но тоже там с пальцами перестановки то есть короче прикол в том что короче смотри смотри ща поясняю вот этот вот риф ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты он играется так называемой техникой down stroke то есть медиатор каждый удар идет именно не в разные стороны как бы все идет вниз то есть без ударил вниз поднял палец обратно и типа и вот суть этого down строка в том что он должен быть по ритмике как бы ровным то есть если у тебя будет какая-то каша будет хуйня это должен быть именно вот так как из пулемета чтобы хуярил и вот это считается типа down stroke ну и собственно френд где-то там на стриме сказал что этот димон да что этот димон что димон он типа как бы вот там гитарист куриста но он этот мастеров папы он не сыграет типа то есть нормально то есть не сможет димон был на том стриме вот и собственно и говорит фред гитарист сказал что я не смогу фред сказал я сейчас покажу этому юрке типа шарлатану и начал играть ну собственно вот ну типа надо даже слушать то есть суть в том что опять же по фреду любые шкварчание чавканье не заглушил гитару перед тем как начать играть да чьяканье хуяканье это прям вообще типа пиздец это ну новичковые ужасные ошибки и так далее и то есть уже просто сходу он вот берет гитару и вот смотри без подводок не играет ну типа дубль еще сыграю сейчас там то сё да честно вот это б б б б б мимо ритма прям пиздец вообще у металлики на самом деле в студике ну тоже она не прям идеально она не идеально звучит но все-таки тут куда как бы так вот вот это называется типа тут тут это вот валить в удар куда называется попасть то есть это не чуть-чуть опоздал не чуть-чуть там поторопился заживал здесь как бы силу это было бы ладно но он это именно подписал что сейчас я покажу что я могу типа его делать и мы просто блять всей конфой всеми вот чуваками и типа даже вот ну за и вот здесь прям четко понятно у него есть моменты которые ну допустим вот этот звук он типа звучит не как такой пиздатая вибрато да какой-то олень глеет ну да 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 вот и короче там такой хуячит хоть все это вот именно так вот жест с жесткими ошибками с кучей я прям разбор подробно сделал типа показал вот здесь то вот здесь не то ну и я как бы сижу слушаю ну ладно и тут короче блять он доиграл до какого-то момента поставил на паузу и говорит ну и так далее и начинает типа показывать соло ну даже здесь мастер мастер должно четко попасть вот это называется типа фред это говорит положить квинту в ударку то есть просто типа пум пум одну квинту попасть и типа то есть вот блять большинство вот этих гитаристов типа виртуозов они вот эту хуйню даже по фреду не могут то есть правда был какой-то сейчас я сейчас попробую найти вот то который фред всегда пример ставит именно как пахлава на снегу по-моему самое такое известное там хейтеры пытались какую-то и фанеру найти и что-то сделать и так далее здесь смотри то есть не по моему не это не то не то где у него было такое в самом начале такая вот то есть вот там прям жестко понятно по моему это тоже пахлава на снегу но я по-моему это вот оно да и вот здесь вот этот фред показывает . как это должно быть просто как как удар по ебалу именно звучит вот эти вот первые удары просто хуяк и все то есть она вот прям так звучит то есть ну и вот это называется квинту положить в ударку и вот отсюда пошел этот мем это куда-то то есть прям ничего бывает что чуть-чуть спешит даже так как будто бы это специально да 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 это звучит как будто просто ну обосрался в этом прикол то есть именно а суть в том что так играют именно даже гитаристы типа слип нот и так далее то есть они вот именно не 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 манера такая там чуть-чуть поторопился чуть-чуть а именно вот прям мимо жестко вот и собственно то есть димон прям умудрился супер мимо хуйнуть просто супер да это называется гвоздь вколотить гвоздей типа гвозди забивать в ударку там что такое еще у фрада есть какие-то локации какие-то свои словечки да жух жух это соответственно как бы когда там типа жухла играет и грустно становится и так далее вот да ребят так докидывайте немного осталось то еще мы на нальем себе ты уже хочешь еще до ребят да типа осталось то 460 развязалась вот эти две просто самая простая хуйня просто положить ну это довольно легко просто вот правой рукой вот так сделать и все это не не сложные какие-то вот эти вот штуки там на дрочку или руки а просто бум бум и все и потом он такой вот и он четыре минуты вот так играет а потом такой типа ставим на паузу ну и так далее там вплоть до то есть это тоже опять же не гитарист это может даже не поймет ну ты слышишь то есть ни одной ноты вообще нельзя разобрать что он играет играть просто какую-то полную хуйню вообще лютую как бы пальцами что-то делает а по сути все пиздец вообще вот это типа там ослак льют бочину бабушка ворует хлеб вот именно пиздец просто ржали последнее время последнее время все кекисы про димона ну все доставай ягер да получается так получается где мерный стопарик на я налью там ты не суеверно типа руку не меняет вот это все чурлиц я обожаю просто обожаю очень не люблю руку не меняю начин который наливал начале вечера уже блять просто унитазом и думаешь ну пиздец не меняет бухать что за хуйня да извините ага все за и бумба так никакой даун срок нингау был типа даун срок может быть хороший если он попал если он попал по таймингу в ударку и блять еще раз понимаешь что на полный разница блять вот сидит человек перед вами который вообще не шарит ни в музыке ни в гитаре я тебе попробую объяснить люди ну то есть вот ты вообще не шаришь и ты понимаешь что пиздец я слушаю для меня я тебя не заставляю ты можешь сказать если я не сделала вот так типа знаешь я не начала там двигаться в такт в музыке или там говорить типа блин прикольно звучит вот бы там песня не ну типа я бы ну стрэш металл это такое я слушаю и понимаешь что вот ты вот это слушаешь ты тоже это его не клубная музыка там да такое металл типа то есть короче блять прикол в том что именно даже человек который не тот даже там не вокалом ничем вообще не занимается юлия показывала так далее блять если человек не наглухо отбитый именно вот хейтер фреда то он слышит что это блять мимо ритма просто жестко чистейший эксперимент потому что я не шарю ни во фреде во первых там ни в ком и ни в чем и в принципе далеко ну как не то что далеко от музыки я слушаю я слушаю разную музыку ну типа если мне вот прям нравится значит мне нравится и значит это хорошо звучит хотя бы ну как-то хотя бы для обывателей даже не для того кто разбирается разбирается в каких-то приемах и так далее а если это ну полный пиздец полный пиздец ты сидишь так вот там а зачем мне дрочат уши и именно вот главный вообще срач главный прикол и до сих пор есть люди которые все равно да не он нормально то есть именно вот люди либо совсем что то есть я не знаю либо какой-то рофл либо какой-то пиздец то есть вот такое не мешая попадание в ударку и движение а смысл в этом ну хорошо может ну а я как бы да ну не считаю а я можно так чисто ганом конечно ну я вонючий нужен контент я эгоист да 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 вот и собственно ну ёпта блять залупу так вот почему я это блять все так было да 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 я просто привычка вот такая стала делать как ворона не знаю вот так вот я все время встану вот так когда тёлки в школе так делали я между рук так просовываю оба знаешь чё у меня мать заметила она говорит ты как твой Глеб делаешь а он тоже я и показывала видосы с концертов и он тоже так делает постоянно ты как Глеб делаешь ну понятно понятно она такая ну наверное нахваталась а я вообще человек спанчбок я типа чё-нибудь с кем-нибудь поведусь от того наберусь и пиздец да есть такое есть вокалисты которые ноты берут петь не могут но ноты берут ну вот слушай чувак это нюансы на самом деле окей ладно то есть может быть у него там сама постановка руки там лучше чем у ряженки но то есть если по таймингу настолько полное вообще дно то есть именно по попаданию в ритм то есть просто чувство ритма у человека нет то извини как бы это ну смысл обсуждать что типа это так это не так это уже знаешь типа как блять ну машина сломалась ну а что зато у нее печка работает блять хорошо ну типа ну какой смысл то есть ты сейчас только путаешь блять лишний раз меня человека и так далее госпожу Саню да вот так вот надо понимать что и прочие приколы большинство и это реально в чем ужас большинство гитарных не просто дурачков которые дома сидят а именно гитарных ютюберов которые несут в массы по 100 тысяч подписчиков у которых большая аудитория у которых куча гитара вот так большинство самих гитаристов из самых топовых популярных групп они вот реально у них вот примерно плюс-минус такие проблемы мне кажется здесь тип просто ну как бы ну тоже из серии на образ на что-то такое что у меня хуя на большая коллекция и так далее но точно не про музыку ну как бы вот фред то есть я например считаю что ну ладно то есть если он там обзорщик гитарка то есть фред это который типа вот там который жух жух нет нет фред это который критик гитар ну жуха и навоз вот этого а вот ну он по факту разъебывает паша рамштайн спасибо большое спасибо давай твое здоровье как говорится полтосик он с нами накатывает обожаю ну я говорю паша рамштайн так вот и фунфурье еще да 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 они сейчас прям тащат тащируют мне кажется такой солнечный дурачок такая оаа я всех люблю все классно ну блин я всегда такая понятно короче хотя мне говорят тебе блять да нахуй вообще говна въебала стремная вообще пиздец страшно тебе подойти вот так по жизни я тебе говорила еще до того как стрим запустили все нахуярили короче блять все таки мамзель нахуярили аттракцион нахуярили лесбиянку короче лесбука лесбука да да так что блять так вот и большинство именно и зрителей этих блогеров и самих этих блогеров и гитаристов у них вот такие ошибки и при этом оно как то все то есть либо звукорежиссеры что-то спасают либо на студии за них кто-то переписывает я не знаю либо как то они по 10 миллиардов дублей делают либо как то за барабанами там то есть либо да реально вот длинные волосы там косухи вот такой крутой стоит образ да и вот за счет этого они работают а по сути и причем вот что больше всего бесит если ты так разоблачаешь банкира какого-нибудь там этот блять который все работы хороши всех блять расходят типа это хуйня яндекс говно там деливери санлайт все там рабы там так далее если ты хуячишь там бизнес тренеров это правда ну базарунов пиздюком и студентом ну суть тоже что если ты вот так вот кого-то типа блять кто-то кого-то разоблачил никто не будет типа о как плохо политиков вообще все хуесосит последними словами и всем нормально а тут типа вот фред занимается ну просто критикой как педагог гитары он именно все таки преподаватель но он шарит и он правда по факту говорит что ну здесь ну пердеж слышу ну вот вот он бы не был крутой чел и как бы он не был популярней популярен но как бы у него пердеж на гитаре вот ну то есть а для димона он огромный фанат там металлики не знаю там еще арии еще что-то это как если там блять вот новый солдат какой-то придет ветеранов будет обсирать то есть он вот так это как бы формулирует все короче предысторию пиздец предыстория на 20 минут я примерно как бы у фреда очень очень много именно хейтеров просто потому что ну реально очень много гитаристов и блогеров которые не подходят ну вот да соответственно как то так живем ну блин мне кажется фред крутой знаешь смеется вот так вот сказать ну знаете ваш гитарист которого вы там ха бля киньте вот этот Марк Зильберке мне в личку этот мем пожалуйста да я что-то такое тоже помню вот все давай теперь наконец посмотрим нам блять видос-то задонатили я просто тебе пытался пояснить в чем прикол кто такой димон это кстати смольский смольский крутой довольно гитарист у него чуть-чуть проблемы именно тоже с таймингом но небольшие но он очень здорово играет соло то есть там фред его тоже респектует красиво звучит короче это в принципе да ну достаточно крутой мужик я не знаю нахуя ему тесит с Димоном да 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 но как то так и в общем давайте послушаем видел тут вопрос про Апарина гитариста прекрасный гитарист Апарин это тоже отдельная песня это супер крыса супер предатель он ну грубо говоря за счет фреда изначально поднялся потом на него типа снял разоблачение какое-то пиздежное и вот ну примерно так коротко Ленин подробнее объясняет прекрасно играет конечно молодец хорошо играет вот вообще вот я честно говоря практически не захожу не смотрю эти вот ютубовские все тусовки и вот после нашего последней встречи посмотрел и что у меня чуть-чуть обидно становится что вот такая рубня идет не под девом то есть очень как-то так грубо обидно у каждого есть свое мнение это понятно кому-то что нравится кому-то нет но потом как-то на кого-то наезжать что у него другое мнение чем у тебя необязательно и некоторые ребята конечно делают очень агрессивно и И зря, потому что есть гитаристы, которые мне нравятся, не нравятся. У меня это очень просто. Если мне кто-то не нравится, я просто его не слушаю. Нравится, слушаю. Но я не начинаю писать ему в личку, там, ты в рот играть не умеешь, там. А если, не дай бог, кто еще согласится, так там тоже. То есть, ну, такой скул непонятный, у чего ругается. Фред рассматривает технические аспекты игры, одновременно оскорбляет чувство верующих в рок. И вся суть конфликта же, че вы раздуплиться не можете уже сто лет. Потому что мы нажрались, чупакабра. Спасибо за донат. Спасибо, что ты говоришь. Ты авторитет фактически. И Димон, он, короче, к нему приходит... Димон, вот этот тип, да? Это я с тобой. Это помыло, Жиль. Это полное мое противоположное. Это типа, ну, короче, чуваки, вот из того, что я тебе всю эту хуйню объясняю, типа, вот он говорит, что вот мне этот мем вспоминается, типа, чувак, ну, это... Ну, не раздупляют... Поясняет тёлке, а девка нихуя не понимает ей, похуй, типа. Ну, это я вчера со сестрой скорее, вот. Такое. Да хуй знает, мне вроде интересно, я нихуя не понимаю, но у меня будет интереснее. Нормально, но я пытаюсь объяснить. Ты такая, о-о-о, прикольная. Кто пришёл, давай, кадр? Тебе налить? Можно. Так вот. И к нему... То есть, прикол в том, что ни один, сука, стрим в гитарном ютубе, а там они все стримят, обращаются, ни разу не происходило так, чтобы никто в чате, на самом стриме не упомянул Фреда. Он... Потому что Фред, он... Либо ты его ненавидишь, либо ты как бы за него, либо... Всегда невозможно про него именно молчать, и все всегда про него говорят. Ты знаешь, блин, моё личное мнение, вот я вот только-только вот начала вот это всё узнавать, хотя вот реально просто далека от этого, мне просто стало интересно. И вот... А Ягер ты в морозилку брала, да? Да. Юль, ты будешь же, да? Ладно. Я посмотрела у Фреда, и ты мне объяснила, кто это, что это, что это делает. Блин, ну это на самом деле крутой чувак, он просто... А вдруг я тебе навязал, может быть, своё мнение, типа, блядь? Не, ты сам, зайди, ты здесь. Не-не-не-не-не, на самом деле. Ну вот как-то так. Я, конечно, понимаю, что женщина не человек, если у меня не должна иметь... Ну, блин, на самом деле, ну он правда крутой. Ну, ну, в плане того, что вот если человек, даже пусть он супер популярный, пусть по нему там текут куча тё, пусть там он самый классный там чел на свете, но если он действительно выдал из своей гитары там классный звук, 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 а потом пердёж, ну он выдал пердёж. Ну да, да. Человек говорит, ну, извините, но... Ну это пердёж, как бы, да. Ну это пердёж по факту. И он преподаватель именно, то есть... Да. Ну и чего-то она теперь его хейтит. Ну я не знаю. Ну, может быть, его типа и не за это хейтит. Ну, типа, именно базовый, первый самый бомбёж, первый хейт, ну, когда ты первый раз сталкиваешься с Фредом, именно первое твоё такое негодование, оно именно вот с этим связано. Ну, считается, типа, что вот, ты сам лицемер, сам-то ничего не можешь, сам песни не пишешь. Ну, то есть вот так его, как бы, катекуют. Ну всё, что я сегодняшний вечер вот увидела, ну, он крут, на самом деле. Ну вот, вот. Типа, я не буду говорить, что он там лох. Он может быть лох там, знаешь, в плане даже создания песен. Это, ну, отдельно, но именно в плане исполнения. То есть, Фред, именно преподаватель исполнения, конечно. Ой, блядь, не знаю. А про технику говорят, что... Ой, он крутой там, всё, до свидания. Это можно бесконечно проявить. Типа, что, а, те, которые говорят, что какая техника, главное с душой играть, у Фреда души нет, он просто там вот да... Ну, тут ты больше понимаешь, что вот такая история. Ну, там тоже, в общем, это супердолгая песня. И вот... И распиаренное лицо, допустим, вот... Короче, вот на этом сраче у меня канал построен. Вот, вот. Ты в кадр залезешь? Взять тот же, того же самого сраного Моргенштерна, который просто пёрнул в микрофон. И все такие... Ааа, он пёрнул. Ты попробуй пёрнуть так, чтобы, блядь, об этом говорили тебе. Это, ну, это, ну, это поистине гениально. Ты влезешь, Юлька? Я, да. Юля! Юля! В кадре. Кто просил? За Лупу. За Юлю. Да, да, да. Продолжим просмотр. Потому что нам надо досмотреть это. Все ютубовские, ну, гитарные на ютубе. Поэтому спасибо, что это делал. И когда, ну, вот приходят чуваки к Димону, там, крутые всякие, гитаристарии, блядь, там, смольские, какие-то просто невозможные, самые крутые чуваки, и такие, ну, знаешь, там, там, ла-ла-ла, Фред, там, я нормальный. Он такой, эй, давай, не надо, чести много этому Фреду, там, этот, знаешь, такой гад этот Фред. Димон еще, он, как бы, типа, из этого тоже чуть-чуть есть кек немножко. Ну, это так. Ну, Димон, он все-таки, ну, такой. Ну, вот смотри, слушай. ...пактически для всех ютубовских, ну, в гитарном ютубе. Поэтому спасибо, что ты договоришь. Некоторым такое послушать, очень полезно. Тут вопрос с желтеньким подсветился. Ну, позавчера, позавчера, или вчера у Кирка Хаммета был день рождения, а тут сейчас хайпуют. Вот на когда-то, когда-то ты сказал что-то. И сейчас это уже возведено в ранг, вот человек пытается закрыть все, что он говорит. Говорит, ну, что, не я ж только говорю, даже Виктор Смольский когда-то сказал про Кирка Хаммета. Ну, то есть, началась вот такая вот дурная тенденция на ютубе хейтить Кирка Хаммета и говорить, что он вообще играть не умеет, все. Вот даже Виктор Смольский. А, ну, и они с Сопрыкиным погружились в итоге. Димон? Да. Удивление ноль. Кирка Хаммета играть не умеет. И это, понимаешь, ну, допустим, мы там можем, там, кто улыбнулся, кто там как-то отнесся. Ну, есть, вот растут дети. Я просто фотографию себя вконтакте, выложил, написал, с днем рождения Кирка Хаммета. И там началось, и заходишь на профайл, смотришь, там, 15-летний какой-то пацан и на полном серьезе пишет, там, с кем-то споришь, что Кирка Хаммета играть абсолютно не умеет. Там, ему на ютубе сказали, а тому, кому на ютубе, там, ему Виктор Смольский где-то там говорил, он где-то это увидел. И эти вопросы, я ждал этих вопросов, что они будут в стриме, и ты, наверное, знаешь, что будут такие. Я не знаю, если ты хочешь что-то сказать, не хочешь, но... У Хаммета с нюхой недавно была, поэтому там, опять же, типа, просто, ну, поздравили и поздравили. Ну, и даже там, то есть, Димон выложил, типа, у себя пост, с нюхой там Хаммет. И, бля, его, ни мои, ни я, ни никто, ни Фред, просто они, эээ, Фред там бомбанул себя в Израиле, типа, то есть, именно вот, да-да-да-да-да-да-да. Люди могли, ну, блядь, поздравить с человеком, и все, с нюхой. Я не знаю, если ты хочешь что-то сказать, не хочешь, но... Не, ну, с Киром, в принципе, ситуация такая, я думаю, что если бы он... Я буду смотреть, а то мы иначе это в жизни досмотрим. Если бы он нюх, он бы не был в Металлике, потому что я не думаю, что там все решает Ларс. Многое, но не все. И такое количество концертов... Опять же, Ларс, кстати, барабанщик Металлики, блядь, все нормальные, типа, чуваки, которые что-то понимают тоже в музыке, ну, все, типа, говорят, что Ларс хуёво барабанит, ну, криво, хуёво и так далее. Это чей? Барабанщик Металлики. То есть, и при этом с этим... Что с Металликой какие-то проблемы? А, типа, самая популярная группа, ну, просто, как бы, про них речь очень часто. Вот. Ну, потому что скажешь, типа, ой, какой-нибудь ракешник, и ты думаешь, ой, Металлика. Ну, типа, да, это такое. То есть, именно, они... У них такой жанр, в котором требуется хорошая игра. То есть, если Нирвана, ну, блядь, лажают, лажают. У них такой жанр, что там, блядь, чуть-чуть насрал, ничего. Мне кажется, сам какой-то такой, типа, на-на-на-на-на-на, и всем нравится, как он там перечит. А всё-таки, вот, трэш-метал, именно, ну, этот жанр подразумевает хорошую игру. И когда там кривит, типа, ускоряет барабанщик, кривит гитариста, это, как бы, ну, больше режет уши. Ну, и просто они очень популярные, при этом довольно кривые. А популярные просто потому, что, ну, они как первые такие отцы, там, первопроходцы. Но при этом абсолютно все нормально относятся к тому, что, блядь, много кто, как бы, поливает говном Ларса, барабанщика, и дико у всех гитаристов горит жопа с того, что Хэммиттон. Очень сложная херня вошла сейчас в мою голову. Держись, держись, держись. Хочу высказаться максимально. Потому что, ну, типа, если они отцы первопроходцы первые, стали популярными, и они улажают там где-то, где-то там что-то, там не очень, почему тогда все считают, что они должны прям идеально, чтобы всё прекрасно, идеально звучало? Почему вот это вот первопроходцы... Вот смотри. Почему оно не должно быть вот немножко с какой-то улажаемой? А, типа, ну, ну, улажают уже. То есть, ну, никто... То есть, многие считают, что то, что Фред делает, это неуважение к ним, типа. Показывает, что, ну, вот тут они улажаемые, типа, не прикольно, он там что-то сделал. Ну, просто, а у Фреда позиция такая. Перетяжание немножко попал. Смотри, люди фанаты Металлики. Молодой пацан приходит к Фреду, говорит, научи меня, я хочу так же охуенно играть, как Кирк Хэммитт, блядь. И Фред ему, как бы... А Кирк Хэммитт как бы не очень пизданно играет. Как бы нет, то есть, и изначально началось все именно вот с этого. Это жопа боль, если ты фанат, ну, это на самом деле. И как ты ему пояснил... Ну, то есть, вот, и Фред поэтому начал снимать видосы, чтобы пояснять, что, типа, алё, чуваки, это, блядь, нельзя так. А его за это... Блин, это настолько благое дело, но это настолько жопа больно для, вот, господи... Ну, Фред, типа, я не думаю, что он особо парится, но хейтеров очень много, действительно. Не то, что он парится, а это просто жопа больно для, вот, тех, кто... Фанат, конечно. Фанатов, да. Да. Господи, хорошо, что я не по кому-то фанатею. Ну вот, да, то есть, это реально такое, это, ну, не так обидно слышать. Творчество нравится, ну, типа, если мне скажут, там, блядь, то же самое, Глеб, там, чё-то какой-то текст там на концерте... Ну, дерьмовый, да. ...не попал и так далее, я скажу, ну, типа, окей, возможно, это даже так, но мне нравится посыл, мне там нравится ловар с человеком, который там на сцене создаёт, там, сториз что-то выкладывает, да, но в любом случае... Прикола в том, что Фред с этим не спорит. То есть, если речь идёт про, условно, там, обучение рэпу, я не знаю, или обучение, там, битмейкингу, и если битмейкер Глеба где-то чуть-чуть что-то налажал, ты говоришь, что, блин, ребят, так, ну, типа, никак нельзя так делать. Или если в песне чё-то там не так... Блин, чё-то стоп пиздец хуячится. Он там, типа, чё-то не так спел. Да и бог с ним, он не так спел, но мне всё равно нравится, потому что он прикольный там паренёк, да? Ну, окей, как бы, я приму это, я скажу, да, действительно, слушай, не очень. Ну, блин, ну это же... Короче, ты вот сейчас суперплотно погрузилась именно в проблемы, которые... До свидания. Проблемы гитаристов, да. Всё упал. Которые они проделали в кастрюле, это шкуп не таково. Поэтому он, естественно, что-то может и внёс... Мне кажется, не хватит. Хотя бы... Ну, для группы что-то свою атмосферу, которая, я думаю, положительно влияет на группу. Потому что... Саша хороша. Саша хороша пишет целый блёд. А, хороша мне показалось Саша параша. Я не знаю, блин, гриппоплёд. Крепкий пердун. Кстати, наконец-то устал дрочить на тёку из твоего клипа и послушал так и музыку. На какую из? Что-то слова еле слышно. Вот что можно и сказать. Блин, вот все бомбят, типа, говорят, хуёво я сделал. Крепкий пердун. Почему? Мне всё слышно хорошо. Во-первых, на какую из? Потому что на некоторых не очень можно. Но... Там очень не можно пока что. Да-да-да, типа, не рекомендуем. Вот, так. Там можно на половину её возраста, как бы, уже всё, отвалиться просто из жизни. Вот, во-вторых, блин, я не знаю, я послушал на этой колонке, я послушал в наушниках, я послушал в айфоновских, мне всё слышно. Но, чуваки, ради вас, заходите ВКонтакте, в МВИПД, я сделал версию, где вокал громче. Слушайте, пожалуйста. И я сделал субтитры, пожалуйста. Да-да-да, не круто, блин. Вот круто, как ты сделал, всё прям отлично, гармонично звучит. Ну, вот раз людям... Когда ты выложил... Понимаешь, много кто жалуется, ну, значит, ну ладно. На чуть-чуть побольше, то же самое, окей, прям, ну, вот, не сильно отличается. Особенно эти, ещё раз повторюсь, для меня, человек, который там особо не шарит. Когда ты сделал на плюс два, ну, уже не то, ну, просто вот голос... Ну, он вылезается, да. Вылезает, да. Ну, все говорят, что плюс два заебись, да, типа. Ну, хорошо, я сделал больше голоса, но... Ну, ладно. Каждый, короче, заходит в этот опрос, голосуются, что ему нравится, и качает себе именно ту версию, которая нравится ему. На здоровье, без проблем. И всё, да. В Ютьюбе сорян, но как бы... И просто, блин, падает. Да-да-да-да-да. Ну, мне, конечно, нравится, где всё вот как бы так... То есть, ну, микс такой неяркий в целом получился. Вот, плюс один, вообще, я разницы не услышала. Плюс два... Ну, так и есть. Прям, прям, ну, мне... Мегадрис, который, я считаю, как китайский намного сильнее, как человек намного сложнее, ну, для атмосферы группы был очень непрост. Поэтому, я думаю, что Кирк, он... Ну, блин, давай. Снов, моего ощущения. Наверное, для группы подходит. Торичневых, по традиции. Ну, ещё и в те же времена, когда они начинали, вот, это уже когда, 83-й год, 82-й... Вот так вот, я сказал. Да, он был музыкальный. Вот Фейк, ублайк послушать, я всегда пример привожу соло. А сейчас, ну, сейчас он 40 лет играть на сцене, он тоже уже не хочет. Вот прям вот так вот. Вот тоже классическое оправдание. Вот тогда были другие времена, а за 40 лет он, типа, ну, чё уже, уже, типа, куда ему, там, чё? Как бы, но, типа, прикол Фреда не в том, что Кирк Хэммет тогда... То есть, как бы, тогда он играл плохо, оправдывается тем, что... А тогда было другое время. Сейчас он играет плохо, оправдывается тем, что, ну, это уже деды. Хотя, блядь, есть ровесники Хэммет. Отсюда на. Бомжа! 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 Ээээ, ты что? Давно не делал. Песня, которая на этом донате, кстати, называется... Сейчас скажу, группа называется «Свиная блевотина», а песня «Крик умирающего бомжа». Ну, это... А, у тебя есть табличка, да? Типа, где показывается, чё на какую песню. Не, я просто, ну, это я помню, я же сам это ставил. Ну, суть в том, что у меня... Не, не, я про то, что, типа, ну... Я видела то, что там 666, адский донат. Да, у меня где-то указано вот здесь. Разные донаты на вот это, и там чё именно точно, я уже не помню где. Где там была такая шняшка? Вот. Ну, может, да. Короче, блядь. Давай дальше. Может, не столь приятный, но... Как оно раньше было. Я думаю, что заниматься ему, наверное, не очень хочется сейчас, он живёт в своём мире. Понятно. Спасибо, крепкий педофил. Наверное, сам к своему материалу привыкаешь. Особенно, когда слова заранее знаешь. Вот и кажется, что всё норм. Ну, а почему я отдохнул? Пойду опять дрочить. Есть такой прикол, что... Дрочи с удовольствием. Да, да, да. Это я, знаешь, когда девочку маникюр сделаю, и такая, типа... Они такие, ой, спасибо, классно. Я говорю, да, пожалуйста, типа, носи с удовольствием. Дрочи с удовольствием. Да, вот такой прикол. Короче, блядь... Ну, понятно, что, да, ты когда сам, блядь, напел и сам делаешь, ты сам зная слова, есть такой момент, что сам вокхалист, сам там ещё и кто-то, он слышит себя громче, чем на самом деле слышат другие и так далее. Но, блядь, потому что когда вокал дохуя, он забивает инструментал. А, блядь, мне... Слышишь то, что должен услышать. Да. Типа, блядь, короче... Такая метафора в голове родила. Ладно. Короче, мне кажется, что проблема... Вот её Юля, кстати, заметила, что по сравнению с другими миксами МВПД, вот это действительно более... Ну, как бы точное определение, что не так. Такое более, можно даже сказать, профессиональное. Что микс, типа, неяркий. Как бы, я сейчас вот даже включу, условно там... Ну, плюс он, потому что очень дохуя партий. То есть, условно, включаешь там... Чертва соблазна там, да? Этой ночью я не спал... И всё вот так чётко слышно. Сейчас, как бы, вот, типа, там... И в каждом городе сверху... А здесь вот так. Зимы, шовы, первые... То есть, это, ну, может, на колонке сейчас хуёво понятно, но суть в том, что микс, типа, получился менее... Именно... Вот в наушниках, понятно, по частотам, типа, не такой разборчивый в целом. В этом может быть прикол. Вот. Чалин так и смотрит. В душу прям. Он как бы следит, чтобы всё было нормально, да. Давайте дальше зырить, короче. Нет, понять. Потому что это совершенно на другом уровне они живут. Вообще. А я напоминаю, осталось всего 200 рублей, и мы обновляем алкоголь. Поэтому давайте до-би-вы. Сюлий? Пусти-станк. Юлька, Юлька. Сюлий. В Металлике был такой момент, когда они так много гастролировали, что они себя сами замучили, как раз, что я и говорил. Ой, бать. А когда группы так много гастролируют, в основном у всех такой определенный уровень качества падает. Всегда нужны какие-то паузы, всегда нужны какие-то студентные работы, мощные, чтобы как-то возвращаться к занятиям. А когда у группы этого времени нет, когда идёт вот просто тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур, грязи всегда добавляются. И это я знаю, когда у меня были... На, блядь! А чем тебе не нравится громкий вокал? У группы Виконт же норм звучит. Ну вот, да. А чем тебе не нравится громкий вокал, у группы Виконт норм звучит. И там стопудово ты мразишь кинул, да, не Виконт? Да, я проверю. А, нет, там... Короче, да. Но, кстати, у Виконт очень громкий вокал, прям неприлично громкий. Вот, видишь, не мастерил в детстве игрушки, не бродил по лесу. Вот и микс неяркий получился. Спасибо, крепкий питон. Это тоже отдельная песня. Крепкий питон. У Сапрыкина есть строчка в песне. Че-то, Тара, там ты в детстве ярким был, мастерил игрушки и по лесу бродил. И типа мы пиздец с этой строчки тоже бомбили, угорали. Почему? Это локальный мем. Я потом объясню. Это пиздец долго. Давай досмотрим сперва видос. И моя шмонька 25 рублей. Спасибо. Машетян, привет. Спасибо, ребят. Сотка осталась, и мы обновляем алкоголь. Под 9 месяцев турне, без остановки, я приезжал и понимал, что я стал играть намного грязней, чем до этого тура. И вот у меня перед студией всегда такая чистка происходит. Всегда меняется техника чуть-чуть. И в Металлике это было, и у всех это было. Тихо! Кирк, я думаю, что... Волшебно. Естественно, умеет... Ебать, слушай, надо сиреней открывать окно, блядь. Все плохо? Так, да, да, да. Ой, все плохо. Дать тебе маску, блядь, типа. От пердона хуируса. Блядь. Считаешь, Саш, так и живет. Так и живет. Ты думаешь, я с мужиком не жила? Я, конечно, молодая. Да, да, да. Да нет, тут это... Панк. Да, 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 да. Так, ну что, зырим ебать. Винтиллятор я. У меня его сольные куски его исполнят. По всей комнате распространяется. Кстати, в пердеже как бы есть, типа, микрочастички кала, как бы. Ну, эти, молекулы. Вот, да, да. Так вот, что самое не так. Вот почему он, да, воняет. Так. Сгазь на газану. И мне, честно, вот, звук излечения, потому что я... Бахнул пердунчанского по-доброму. То есть прислушиваюсь всегда. Ты это завоняешь, да, типа? Каждый у меня есть какой-то свой стиль. Кто-то там сильно вибрирует, кто-то быстро вибрирует. Можно свечку поджечь, типа. Пусть взорвется, да мы не будем. В сортире, реально, вместо освежителя спички вот так хуярит, типа, чтобы меньше воняло. Мне так пахло. Ну, мы знаем. Такое. Парни гуриды с молодостью их родителей. Согласен. Громкий вокал это не очень. То ли дело громкий анал. Громкий анал. А громкий пердеж? Ну, громкий пердеж это, да, это анальный вокал, между прочим. Типа, дёрни. Коричневый вокал. О, это ты че? Это любимый кейки с мой. Классика. Это самая большая классика. Блядь, недавно шел, и у меня прям, типа, серия, короче, идет. Такая, ух, блин, типа, в какой-то вот седьмой раз уже я чувствую, что... Седьмой даже? Да, да, там чуть ли не жижа уже пошла. Я такой, ух, блядь, ебать, что-то неждано. Неждано! Да, да. Может быть, из-за того, что я вот в какой-то велончельной технике, может быть, вибрации, вот, с детства, у меня было определенное ощущение. Ну, как они подтягиваются, как они вибрируются. Чего он говорит вообще? Я так ничего и не понял. Исполнение, скажем так, вот таких длинных нот хирка мне не нравилось, и поэтому я особо, так скажем так, я очень много снимал в детстве соло, но не могу вспомнить, чтобы я снимал соло хирка. Можем подписать стрим, теперь сидим, пируем. Ну, поэтому это дело вкуса, когда он говорит, умеет, он не умеет, это смотря, с какой стороны смотреть. Не важно, какой у кого звукоизвлечение, важно, какой у кого СМИ-извержение. Спасибо, дорогой. Крепкая микрочастичка кала за соло донат. Блядь. А у меня такие донатеры, типа, да, они там, типа, ну, был донатер, который хуй, и у него просто все шутки, типа, неважно, там, допустим, как ты поешь, главное, как ты хуёшь, неважно, как ты играешь, важно, как ты хуяешь, то есть, вот такое, типа, да. Блин, для меня далеко не самый лучший гитарист. Это прям вообще, главная новость на сегодня. Я там сожрал тонну своего говна, супер. Да, да, да. Сопретил сотрудникам пользоваться, смывать в унитазе, что? Да, сегодня у него была, это, главная новость на сегодня, я обмазался говном, и это очень классно. Да, как обычно, обмазался калом. Так. Здравствуй, я знаю гитаристов. Здравствуй. Внезапное анальное проникновение. Спасибо за донат. Который технически намного, намного сильнее. Горится, алкострим, как анальный секс хорош своей внезапностью. О, боже. На таком стадионном концерте, как металлика дает, я думаю, что они просто от страха наложили штаны в общем-то. Это история своих подружек, правда. Бля, что он говорит? Мы вообще нихуя не... Он говорит, что он не умеет, он не умеет, это смотря с какой стороны смотреть. Бля, он для меня... Короче, потом мне передонатите, я это буду смотреть, ребят. Я не пойму реально. Но я знаю гитаристов, которые технически намного, намного сильнее. На таком стадионном концерте, как металлика дает, я думаю, что они просто от страха наложили штаны и вообще ничего не играют. Это другой мир, его нужно понимать, его нужно чувствовать. Это определенный стиль музыкальный. И иногда для некоторых групп важно не переходить к тирампу. Я не думаю, что если, допустим, Марти Фридман стал бы гитаристом металлики, песни бы стали лучше. Не уверен. А вот ты раз, привет, что делаешь? Гроб-гроб кладбища Моисей. Сам ты пидор, во-первых. Во-вторых, спасибо за донат. Так вот, значит... Вот это бред, блядь. Песни делает Хэтфилд. И типа, если бы... То есть Хэммит ни хуя не делает, просто исполняет. И его задача исполнять. Спасибо, Атомск, за донат. Димон Бурабит про ветеранов. Дескать, благодаря им многие взяли в руки гитары. И поэтому ветеранов хуесосить нельзя. А я взял в руки гитару благодаря Летову. Архипу из оргазма Нострадамуса. И хули. Последняя секунда жизни. Смотрим стрим и плачу. Дед Моисей, где ты берешь женщин, который сексуально кладет сигару в рот и нюхает мужской пердю? Завидую. Топ-стрим. Ну, во-первых, не так уж прям, чтобы и нюхает. Но спасибо за донат. Вот. Да. Значит, спасибо Атомск также за донат. Блин. Вы, ребята, недооцениваете алкоголь. Во-первых. Во-вторых. Последняя секунда жизни. Довольно. Катушка. Так, дальше что? Алкоголем и пердеж заходим. Да. Если бы стали лучше. Мы как бы бухнули и занюхали нормально. А вот как раз Металлика, она мне всегда нравилась. У них обалденные песни. Так вот. Хэммит, блядь. Уже в телефоне ничего не нажимает. Хэммит никакую, блядь. Вот что-то кто-то придумал, что ебать там Хэммит добавляет какую-то душу, хую, шупердушу и так далее. Блядь. Хэммит исполняет. Все придумывает Хэтфилд. Так это не пидор. И Ларс, наверное. Я что, все эти годы смотрел гитеросексуальный ш... Пф, стрим. Держись, дорогой человек. Спасибо за донат. Значит, Хэтфилд, фу, Хэммит, ебать. По сути, его задача исполнять. Он, если можно для других гитаристов там еще оправдать их, типа, ой, он, блядь, композитор, у него выбор нот, он поет, он еще что-то, у него, блядь, рука в жопе, сломанная, растет там из ноги, то, сука, Хэммит просто исполнитель. Блядь, еще раз, он, ну, сука, Цоя, блядь, еле-еле сыграл. Алло, мимо ритма там, пиздец, посмотрите. То есть, вот именно их, вот это вот с Трухойлом кавера, по ним, на самом деле, вот как раз понятно, ну, насколько как раз уровень настоящий гитариста. То есть, блядь, ну, я бы впервые даже в жизни, я понимаю, что, типа, Хэммит не вырос, блядь, на Цайце, но там сыграть полторы ноты. То есть, вопрос в том, именно, ты, как бы, либо сыграл полторы ноты хорошо, либо нет. И, блядь, Хэммит их, ну, еле ковыряет. Он знает ноты, он запомнил аккорды, он как-то что-то там делает, но, тем не менее, блядь, вот просто не обосраться в этих двух нотах. Вот в чем беда. Так. У них очень... И если бы Фридман, или кто там, крутой гитарист, был бы на месте Хэммита, блядь, все то же самое, просто было бы не лажовый, все. Ничего бы принципиально не поменялось, мне кажется. Менялись басисты в Металлике. Стало хуже сильно? Нет. Менялись. Ну, и был, типа, Мастейн. Нихуя. Все уже, блядь, тяны ушли, всем похуй. Вот. Она плавно удалилась пассать, я так думаю. Ммм, вот та же хуйня. Давайте досмотрим, наконец. Ну, не только благодаря им, наверное, благодаря продюсерам, которые сидят в студии и помогают очень сильно. У них очень интересный альбом, интересные песни. Да, там есть альбомы получше, похуже, это там тоже дело вкуса. Но группа очень интересная, песня очень интересная. Я Металлику, в принципе, всегда люблю. Слушайте, вот это все очень интересно. Знаете, блядь, как мы интересно хуярили в гараже с чуваком, я на барабанах, чувак на гитаре, в городе Видное, наш Стоунер Сладж проект, это, блядь, это мега охуенные песни, мега гениальный, супер убойный материал, который мог бы легко быть, сука, классикой металла, супер классной сбивки, супер продуманная вся хуйня, типа, ну, запиши это дорого, окажись в нужное время в нужном месте и так далее. То есть, Металлика, типа, это понятно, что да, они те самые, кто именно выиграл золотой лотерейный билет, но суть в том, что групп играющих не хуже Металлики, делающих песни не хуже Металлики, поющих не хуже, и которые татухи могут набить себе не хуже и так далее, блядь, их уйма, то есть понятно, что говнорей, конечно, еще больше, но не стоит, блядь, переоценивать, и в то время их тоже была уйма, просто, ну, я не знаю, может Ларс гениальный маркетолог, может Хэтфилд, может, самые целеустремленные они, да, хорошо, никто не спорит, что там Хэммит, Хэтфилд очень целеустремленные, очень, там, не знаю, удачливые пацаны, очень работоспособные, но чуваки, блядь, типа, просто тупо факт какой-то, не знаю, там, трудолюбие человека, пусть даже чуть-чуть подтвержденный, ну, вы думаете, что Кобейн это самый охуенный и самый, блядь, нереальный гений из всех, кто был тогда в Сиэтле, или просто это стечение ряда обстоятельств, включая внешность, нужный человек оказался в нужное время в нужном месте, нужный посыл, ну, то есть, вот, ну, типа, алло, крут он по сравнению с кучей таких же остальных ровно одним, именно тем, что вот, к-к-к-комбо он провернул, то есть, он и внешне, и музыка какая надо, и так далее, ну, как говорится, спасибо, дорогой Атомск, и все, нам обновлять бухло с тобой, потому что косарь добит, есть еще силы, а где егерь, ага, давай допьем это сейчас, кроме сожженных кустов, но это уже дело вкуса, блядь, и поэтому говорить, умеет он играть или не умеет, не нам судить, не нам, а тем более еще кому-то там, 15-летним, 15-летним пацанам в ВКонтакте, ну, я думаю, это тема... А вот не стоит недооценивать 15-летних пацанов, 15 лет самый, блядь, охуенный возраст, писать самые песни, самые хиты, самые вообще просто эмоциональную поебень, и Silverchair, блядь, когда выпустили свой лучший альбом, самый лучший, после которого они скатились в говно, и очень много таких групп, которые самый первый, самый ранний альбом сделали в 18, в 20 лет, и потом просто скатились в кал, потому что первое время у них был дюношеский задор, а потом не было... Хэммит просто исполнитель, а вот был бы потрошитель, сувал бы хуй в огнетушитель. Напомните, пожалуйста, про потрошителя тоже рассказать прикол. Вот, то есть, Frogstone в 95-м вышел, соответственно, сколько было чувакам, если он 79-го, и в 95-м... Ну, в 16 лет, вот, и это был самый охуенный их альбом. И, блядь, я бы, вот, сука, прислушался к тогдашнему Джонсу, там, и, там, Гиллису, просто охуенные барабанные партии, гениальная, блядь, вся поебень, больше, чем к сегодняшним 50-ти, там, 60-ти летним полужухам, которые, блядь, какую-то хуйню старческую несут, блядь, закрыты в своем каком-то вонючем, блядь, мире и подсознании. И еще и ладно бы они... Коричневым. Коричневым, да, ладно бы еще... Просто, сука, ладно бы он делал одно свое дело. То есть, блядь, я понимаю, чуваки, которые вынуждены полдня работать в офисе, полдня делать металл, и они не очень играют. У тебя вся твоя жизнь, вся твоя работа, ты выиграл золотой билет, ты в металлике. Блядь, ну научись, типа, чисто играть соло, чуть-чуть заморочишься, ты, блядь, мультимиллионер долларовый, сука. Он создал контент для Фреда. Да, вот именно. Научись, козел, блядь, чисто играть в свою же вот эту хуйню. Нет. И я считаю, ветеранты, хуэран или, блядь, еще кто-то, это абсолютно нормальный повод, блядь, подъебывать как бы человека за вот эту всю его, значит, там, хуйню. Ну, он соколу тоже сорок, ебать, и так далее. Вечно. У меня как никто не приходит в гости на стрим, всегда эти вопросы. Популярность, блядь, человека, это нихуя не повод его уважать. Вот и все. То есть о чем речь? Ну, а на тебя люди, как бы, так сказать, ударение ставят, когда они пытаются вот спорить в этом аргументе, поэтому я и ожидал. Да, я думаю, что надо меньше комментировать и спорить, потому что нравится, слушаем, не нравится, не слушаем, все очень просто. И непосредственно как ты относишься к Китту Ричардсу, раз разговор пошел, а не отполированному. Ну, Кит Ричардс, это, я бэкграунд тебе расскажу сейчас тоже. Кит Ричардс. Ну, он же Американ, как бы, все. Мирк, Мирк, да. В прошлом стриме был Владимир Холстинит. Нет, это солдер, как бы, вообще-то, да. Солдер, да. И разговор зашел... А Джеймс воевал в Ирак. Ирак? И где он там, зовут? Где Димон воевал, ребят? А Джеймс вполне устраивает мое владение инструментом. Так, короче, объясняю. Куча гейских шуток. То есть, если кто-то донатит под никнеймом популярного человека и говорит, например, этот владеет инструментом. Это как бы двойной смысл, типа, что гитара, а на самом деле хуй имеется в виду. Гейский подтекст. Да, да, да. Это я поясняю шутки. Спасибо, Кирк Хэммит. Продолжаем. В этих критиках и так далее. Да, да, да. Он сказал, что... Ну, Кирто Ричард. Да, да, да. Нельзя его критиковать. Он у истоков стоял с самого начала, как бы там он не играл. Да, Чикатило, ебать, популярный, да. Это же ветеран маньяков, надо его там, как бы, уважать. Да, нельзя его критиковать. Он у истоков стоял с самого... Из-за него мы взяли в руки. Ложи их. Я не считал, блин. Свои инструменты. Он Кит Ричардс. Кит Ричардс. Я не знаю. Ты видел этого, типа... Не, Кит Ричардс, конечно, он сыграл батю Джека Воробья. И так далее. Но, блядь, ну, именно как гитарист, как чистота игры, ну, там беда. Боюсь, что-то... То есть, он суперкрутой, не знаю, наркоман, внешность и так далее. Но... Композитор, может быть, и так далее. Но... Как эти есть? Рунглиш, типа. Какая-то баба, у какой-то бабы интервью брали. Ну, это деформация, то есть, нормально, понятно. Короче, там, этот мэн, его дизайнс, они... О, да, 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 я поняла проще, что ты говоришь. Это просто... Там со мной находится менеджер этого салона. То есть, есть, это, я так понял, русскоязычный телеканал в Канаде был. Или есть. И вот они берут интервью какое-то там... А, это в Канаде. Это в Канаде. Умное количество дизайнеров. Почему? Не-не-не-не-не. Это именно... Она в Канаде живет, и просто это русскоязычное телевидение, которое... Вот наши вот там так вот творят. У них есть там свои... Читает и работает с этим человеком. В первых, он велик... Подписывают по-английски. Зои, там, что-то там, owner. То есть, она именно... Это в Канаде. Мексельштейн. Да, да, да. ...человек. Его дизайнс могут носить любого возраста, любого... Любого сайз, любого шейз. Про потрошителя лучше, лучше послушать вот это. Да, спасибо, спасибо за донат. Атомск обязательно послушаем тоже, да. Шейп, сайз, хайд. И он таймлесс. Таймлесс, понимаешь? Таймлесс. Да, и как бы вот у Димона у него... Блин, она причём все вот эти слова, которые а-ля, типа, англессы, она прям хорошо подговорит. Потому что она, блядь... Такая, типа, прям... Она говорит в основном на английском, и у неё вот, ну, помешалось в голове. Я говорю, я когда дико дрочила учёбу в универе, до того, как меня числанули, я прям тоже... И Димон в быту, он тоже... Я не могу вспомнить... И понимаешь, это действительно такое бывает, как ты не можешь вспомнить русское слово, у тебя есть только перевод. Бывает, да. Это пипец вообще. Это так странно. Во-первых, как ты скажешь таймлесс нормально... Вне времени. Типа... Вне времени. Он... Ну, вот это... Это не совсем то. Как прилагательное, единое? Он, типа, вне временной. То есть, реально, мозг сломается, пока ты допрёшь, как это произнести... Особенно ты постоянно говоришь на английском, там, где таймлесс... Да, да. Это, типа, либо она эмигрант, либо дочь эмигрантов, либо всю жизнь в Канаде, и просто вот чем дело. Либо... Он уже тоже, видишь, то есть, уже... Кейс Ричард, ну, Роллинг Стоунс и вообще вот это всего начало, начало, что можно сказать. Что без этого... Блядь, без этого были бы другие, вот и всё. За это и на Катю. Да. Не было бы Кейт Ричардса, был бы, нахуй, какой-нибудь, типа, Акула Джеймс. Масата. Акула Масата. Не было бы Роллинг Стоунс, были бы, как бы, там, Лайон Грейс, блядь, и всё. Ну, то же самое. Это, блядь, вот такая хуйня, кумиров там создавать и так далее, и дрочить на... Ну, то есть, нет, респект, это здорово, клёво и так далее, но... Потом бы особо... Да, и вот бесит, что Димон именно не как я. Я, если приглашаю гостя, я с ним общаюсь, я с ним общаюсь, я, как бы, его позицию пытаюсь раскрыть, мне вот кажется, это здорово. А ты ему вливаешь? Да, да, да. Ну, у меня были тоже гостевые стримы по скайпу с, там, известными чуваками, мы болтаем. Я не навязываю, там, хуйню свою. Димон именно навязываю. Это чуть-чуть бесит. Хотя это не интервью, но всё равно. Димон здорово. Это будет очень дерьмово, если всё, потому что я тоже, типа, такая, о, Фред, норм, потому что, потому что я у тебя на стриме. Да, просто, да, да. Действительно, я так думаю, если бы я просто его видосы нашла, я бы сначала подумала, типа, блин, ну это же именитые, крутые гитаристы, чё ты, блин, пиздишь. Если бы я посмотрела, и, ну, такая, думаю, блин, ну, по фактам же, ну, здесь вот хреново прозвучало, какой бы он ни был крутой. Вот, ну, блин, это очень обидно, что так могут подумать. Вот как бы такой прикол. Что меня забербовали. Да, да, да. Очень забербовали. Самая ещё обида, что чуваки, которые смотрят, и они такие, ну да, то есть он посмотрел, ну да, всё, он даже лайк не поставит, коммент не оставит. А те, которые прям бомбят, он дизлайк, ты, блядь, кто такой, ты никто, а это всё. А там сейчас актуальна вот эта фигня, то, что тебе поставят лайк или дизлайк, но это любое действие. Конечно, конечно. Работает, да, конечно, конечно. А то есть если у тебя много дизлайков, то ты дерьмо, да? Ну как, если у тебя... Просто я слышала такую историю, где, я не помню где, в каком-то то ли видосе у кого-то, то, что неважно поставить лайк или дизлайк, главное, чтобы какое-то... Действие, да. Что-то втыкнули. Да, да, да. То есть, ну там спорно на Ютьюбе, типа, знаешь, алгоритмы Ютьюба никто не знает, все шаманят с бубном, даже блогеры-миллионеры, и то, я думаю, не уверены до конца, как это всё говно работает, но... Ну, по идее, вроде как, да, на, знаешь, популярных блогеров приглашают на какие-то собрания, и им объясняют что-то. Спасибо, Димон, что он нас так уважает. Это были действительно очень тяжёлые сражения. Многие из нас тогда потеряли оружие, но все равно продолжали рваться в бой с голыми руками. Настоящие герои. Спасибо, дорогой ветеран великой гомосексуальной войны. Продолжаем. Чего бы не было, потому что это было, скажем так, корни, вот с чего весь рок-н-ролл пошёл. Независимо от того, что они умели и не умели, они сделали вот как раз этот такой трамплин для рок-н-ролла, для этого бизнеса. И они перевернули мир на телевидение, что можно, что нельзя. Они были такими, даже, можно сказать, панками, которые перевернули взгляд вообще на мир. Я думаю, что благодаря им появилось... Бля, всё что-либо? Вообще, рок-музыка. И много групп, которые играли лучше, и музыканты были лучше, это понятно. Это та же тема и брокерка. То есть это не гитарист, скажем, у которого я бы хотел учиться и браться в роки, и учиться и играться. Ладно, всем пусть и спокойной ночи. Мамзель зашла. Надеюсь, ещё придёт. Спасибо, дорогой Silent Blue. Будете хорошо донатить, ещё приду. Будете хорошо донатить, как говорится, ребята. Я бы хоть каждый день, пока печень... Пока я не восстановлюсь в универе. Цела. Да, блядь, и всё. А больше ничего и нет-то. А Юля? Юль, ты будешь ещё? И у тебя там осталось? У меня там чуть-чуть есть. А, ну всё, тогда. Всё, всё. Минус батл. У нас бутылочка. Блин, отличные донатеры, отличные люди. Да, просто супер. Мне стоило только немножко понизить. Придётся идти и... Ну, понизить требования, да, как бы. Придётся идти, соответственно. И брать новый. Вот зато ещё другой такой. Не, скажем так, представляя гитару как техник. Это инструмент, на котором он... Инструмент. Представлял песню. Это то же самое, что говорит, там, допустим, Твард Битлз, был ли там Джон Ленном, там, великолепный витарист. Или... Твард Битлз, как инструментарист. Вообще, как они там... Твард Битлз, как инструментаристы. Никто никогда не... Ну, типа, мы так и сидим. Обычно. Твард Битлз, как инструментарист. Это бестолковая тема, как мне кажется. Вообще, вот говорить, что какой-то гитар... Ну, особенно из известных музыкантов обсуждать, кто хороший, кто плохой. И мы уже три года это всё обсуждаем. Слушай, вот это бестолковая тема, то, что ты доливаешь вот этот вот, как бы... Блин, ребят, а где пародия Фреда на Димона, кстати? Давайте покажем тоже. Мы обсуждаем. Ну, это естественно, что если мы начинаем говорить о технике, да, у кого научиться, как лучше играть... Слушай, Макляку мы уже посмотрели, это уже как бы дно мы уже прошли, в принципе, да. Макляка хорошая. Конечно, я не знаю. Дно! Помнишь из «Пиратов Карибского моря»? Типа этот... На дно! На дно! Да, да, да. Я типа, знаешь, я серия «Я шарю» более-менее за вот-вот-вот всё. И точно так же, как и за «Звёздные войны», точно так же, как и за «Пиратов». Но я не смотрела никогда полностью фильмы. Но за мемасы какие-то я про... Я «Звёздные войны», кстати, вообще не смотрел так. Ну, то есть чуть-чуть в теме. Но «Пиратов» я прям фанат, да. «Звёздные войны» я смотрела «Нюбридский перевод». Причём фишка в том, что «Гоблинский перевод»... А? 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 У «Гоблина» же влог сейчас, типа. А я его не знаю, я не знаю, почему у него есть так. Так, лучше играть на гитаре, кто внёс в мир гитары что-то. Естественно, что он не из тех гитаристов, от кого нужно выставлять как педагог. Ну, ну вот как бы об этом-то, блядь, и речь вообще-то, если что? О, и как бы на этом-то и строится позиция Фреда. Это совершенно другой мир. Это люди брали инструменты, чтобы воспроизвести... ...мысли и сыграть какие-то песни. Так, ладно, да, пиздец, мы это еле-еле-еле-еле осилили. Я поняла, о чём пел этот... Чё? «Мои мысли, мои скакуны». Он просто набухался и такой, типа, «Мои мысли, мои скакуны», потому что... ...когда ты пьян, у тебя постоянно мысли... Там было не про это, там было «Мои фистин, мои факен слэйвс», вообще-то, блядь. А в оригинале? Конечно. А, ну я просто этот «Гачи микс»... «Мои фистин, мои факен слэйвс». Ну, мешали, извините. За ваши «Гачи микс» вот эта вот вся... ...есть как-то... За оригинальную версию, как бы, да. Всё, досмотрели.